так добрый день дорогие друзья всем добрый день я прилетел успел прилететь из турции сейчас ведь я прям в аэропорту в бен-гуреоне и сейчас все таки думаю надо провести урок потому что чтобы сейчас секундочку выхожу в телеграме итак доброе утро дорогие друзья всем привет шмени сегодня третий день глава шмени шмени третий день третий день да значит значит запись да все всем привет добрый день кто дождался извиняюсь сегодня с опозданием много только самолет прилетел поэтому раньше мне никак не получалось самолет пока и хотя уже можно есть интернет иногда в самолете но пока не из турции сегодня глава шмени и в этой главе в этой главе в сегодняшнем именно отрывке рассказывается о сегодняшнем отрывке рассказывается очень такой яркий эпизод который который ну очень не такой необычный это смерть двух сыновей аарона значит начинается начинается служба в мешкане и они приносят жертвы аарон и его сыновья было четыре сына которые были его четыре сына которые вместе с ним стали коинами священниками в первом мешкане и вот значит два сына надав и авигу они в первый же день службы спускается с неба огонь и они умирают и чтобы прям была видна последовательность событий огонь этот был это было как тонкие лучи такие тонкие лучи которые зашли говорить на мусс на тора что тела их остались целы одежда остались целы но этот огонь вошел в них и как бы жег их изнутри муж рабы но говорит аарону не останавливайся продолжай службу их папа аарон он молчал и продолжал службу в мешкане их вытащили их двоюродные братья вытащили их из левиты вытащили их из мешкана там где они погибли и значит маша рабы но говорит аарону что вот так всевышний освещается среди самых близких самых близких это как бы краткое содержание устная тора дает нам несколько версий почему почему они погибли есть версия что они есть три основных версий почему они погибли и возможно вторе как бы указывается каждая из этих версий она показывает она показывает именно тот закон который может привести к гибели да и в тот момент привел к гибели но в принципе в наше время мы же не священники мы не мы не в мешкане мы не в святая святых но мы должны учитывать все три вот этих вот закона при взаимодействии со всевышним значит первый закон первая версия почему они погибли первая версия она такая что они вознесли не то воскурение которое было положено по по протоколу по ритуалу по заповеди потому как надо было сделать то есть есть служение всевышнему которое всевышний установил именно в таком порядке и через маша рабы но через моисея через тору мы получили этот ритуал особенно важная часть вот это вот жертвоприношение воскурение там и так далее и получается что 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 они хотели служить всевышнему они очень хотели они было у них прямо не знаете вот есть люди которые в экстазе они тут ближе 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 то есть больше выше там сильнее туда и значит они решили сделать то чего чего не надо было делать и сгорели это у нас есть известная есть история что четверо мудрецы четверо из мудрецов дошли до пардеса пардес это парадайс на английском пардес это пшатры то есть это высшее место куда может в духовном мире подняться человек своим сознанием да как бы не это не пророчество это это сознанием там интеллектом человек поднимается но это не пророчество и вот они подняли четверо в пардес один умер его душа оторвалась второй сошел с ума третий отошел от тора вернулся и отошел от тора у него что-то помутилось тоже и четвертое абиакива вошел и вышел с миром это метафора о очень важная знать тем кто хочет учить кабалу который хочет туда дойти прямо до самых и самых близости со всевышним он должен знать что именно вот там есть есть большая опасность когда разум может легко порваться и те кто учат кабалу магию не дай бог колдовство вы туда которые идут в эту в эти сферы то ну 75 процентов что с ними что-то случится только 25 процентов что они могут что они могут как-то остаться более-менее нормальными не повредившимися людьми теперь сыновья арона они они здесь нашли только чистыми побуждениями по этой версии в сторону в сторону духовности но когда они дошли туда куда заходить нельзя было и сделали то чего делать было нельзя они погибли это первая версия поэтому те кто учат тору как царь сам он говорил я иду по линии и всем советую по линии царя сломана царь сломан говорил значит не будь слишком праведником альтия ци дикарбе вальти каком и термидай не будь слишком праведником не не умничать слишком много значит золотая середина будь спокойно мы в этот мир пришли для того чтобы спокойно пройти свой жизненный путь выполнять заповеди быть хорошим человеком в идти по золотой середине значит это такая простой подход и он же царь сломан предупредил нас в экклезиасте что умножающие знания умножает гнев умножающие познания умножает боль то есть когда ты слишком много знаешь меньше знаешь лучше спишь знаете и он же нам сказал что сладок сон работа работника до сладок сон работника именно крестьянин который землю обрабатывает много ли он мало ел но спит он хорошо а сытость богатого не дает ему уснуть потому что он все время в каких-то бизнесов каких-то размышлениях там и так далее тоже из этой же серии вторая линия вторая линия по которой объясняют почему спустился с неба огонь и убил надава явил вторая линия она идет в разрез другая версия значит говорится так что они были на таком высоком духовном уровне на высочайшем духовном уровне что они даже обогнали уже машара бейну и арона и они чуть-чуть возгорделись этим то есть они видели что они уже следующего поколения и они значит как-то им открылись какие-то вещи или открылись или не открылись но они думали что открылись и как тот же нам царь сам он говорил перед крушением вознесения они очень высоко поднялись и тут же были за это наказаны потому что когда человек поднимается слишком высоко и при этом очень высок в своих глазах то всевышний написано нету в этом мире для всевышнего места рядом с гордецом и очевидно вот эта вторая версия что они возгордели что они даже есть медраж такое предание что не чуть-чуть там смеялись над машей рабейну и ароном и значит были за это наказаны это вторая версия тоже здесь человек который который становится религиозным он естественно он выше чем нерелигиозные люди по своему мировосприятию по своему знанию я помню когда-то меня пригласил на интервью левного жена его звали и он такой ну обычно они религиозные люди они думают что они себя называют светскими и считают себя какими-то такими светским да из они света состоять или или на почему они все называют светськими в каком они выше света не все как считают на иврите и человек который нерелигиозные называется хил они конечно именно это как золь будничный он такой будничный песочный такой человек он называется. Но сами себя нерелигиозные люди называют на русском языке светскими. Вот. И, значит, меня Новоженов пригласил, он мне задавал какие-то вопросы. Я ему говорю, вот Лев, не помню, как отчество, говорю, вы такой ограниченный человек, вот мне просто жалко вашу ограниченность. Он говорит, я ограниченный, а он очень такой считался интеллектуал такой. Я говорю, ну, конечно, вы ограниченный. Вы себя ограничили только материальным миром. Вы как бы себя отрезали от духовности, от души, от вечной жизни, от Всевышнего. Да, вы себя отрезали, вы ограничили себя, вы ограничены. Духовный человек, он открывает себе целый мир, да, духовный мир. Он снимает эти границы, он убирает вот эту вот теорию Дарвина, который, ну, пофантазировал, что человек произошел от обезьяны, назвал это теорией, и никто эту теорию не доказал. То есть, я говорю, да, вы ограничили себя, вы ограничены. Вот, и когда духовный человек, религиозный человек, знающий Бога человек, познающий Бога, знать Бога невозможно, познавать возможно. Когда познающий Бога человек, он начинает испытывать вот эту гордость, да, это как раз может ему повредить. Нужно быть духовным, но скромным. И вот это вторая версия, почему они погибли. Третья версия, она самая логичная, исходя из текста Торы. Она самая такая, имеет, знаете как, те две версии, они, это устная Тора, предание, но там из текста они не видны вообще, ни первая, ни вторая версия. Третья версия, она видна из текста Торы, но тоже неявна. Значит, после того, как они погибли, надав Явилу, их вытащили, и следующий момент, говорит Бог через Маше Рабейну, священникам нельзя пить вино. Говорит этот, Тора, прям в Торе написано. Священникам нельзя пить вино, не пейте вино, значит, не пейте вино. Священники, те, кто заходят в святая святых, если они заходят выпившие, то они погибнут. И здесь понятно, даже этот метраж, который приводит третью версию, он говорит, вот представьте, царь выгнал какого-то своего слугу, да, с работы. Теперь берет он второго слугу, никто не знает, за что он его выгнал. И он второму слуге первым делом говорит, смотри, пьяным на работу не приходить. Значит, мы можем из этого сделать вывод, что причина увольнения первого было пьянство. Так объясняется третья вот эта версия, которая имеет такое четкое объяснение из текста Торы. Поэтому, возможно, что они выпили и вина, да, чуть-чуть выпили вина. И написано, тот же царь Соломонов сказал, что нельзя царям и знающим тайны пить алкоголь. То есть дайте шехар, дайте алкогольный напиток тех, кто потерялся, и дайте вино тем, кому грустно. То есть тем, кому грустно можно, тем, кто потерялся можно, может, они найдутся в этом алкогольном опьянении, найдут какой-то выход из своих запутанных мыслей. Но царям, которые делают суд и знающим тайны, которые люди, которые уже постигли очень высокие миры, пить нельзя, потому что там может что-то с ними случиться. Вот. Это то, что сегодня я хотел рассказать. Значит, мы молимся за то, чтобы был мир в Украине, чтобы закончилась эта война, чтобы был мир не только в Украине, во всех местах, где воюют, чтобы люди перестали убивать друг друга, перестали воевать и перестали идти на поводу у тех, кто начинает эти войны, потому что начинают войны сумасшедшие гордецы. Обычно люди не начинают войны. Начинают войны, к сожалению, те лидеры, которые управляют странами, и они начинают это, скорее всего, чаще всего из-за своих каких-то сумасшествия, сумасшествия эгоистичных побуждений, как Наполеоны, там, Гитлеры, ну и так далее. То есть это чистые сумасшедшие, которые, ну, с точки зрения психологии, психиатрии, они неадекватные все были люди, а простые, хорошие, добрые люди страдают из-за этого всего. Это ужасно, конечно. Поэтому молимся, чтобы войны все остановились прямо сейчас, и наступил уже, наконец-то, мир во всем мире, и люди, чем занимались бы, выращивали себе, что покушать, и постигали божественное знание, божественный свет, как мы с вами отлично постигаем, очень хорошо. Вот, значит, и сейчас это все может произойти в ближайшие три дня, потому что сейчас время такое, которое предназначено для освобождения, для изменения мир, он может вот прямо в Песах, как было то освобождение из Египта, да потом было дарование Торы через 50 дней. Кстати, вы знаете, вот сейчас же Песок наступает, потом 49 дней, и на 50-й день дарование Торы. И это время, ну, прямо предназначено. Каждый год мир как бы заезжает вот в то духовное пространство, которое было тогда. Есть такая очень хорошая метафора, что мироздание, как бы мир, он ездит по спирали, как поезд, который идет по спирали. И на этой спирали мы каждый год заезжаем в станцию, которая называется Песах. Не по кругу только, а вот так вот круг за кругом как бы идет спираль. И мы заезжаем вот в это время, когда есть влияние, когда Всевышний заходит в этот мир, вот этом вот энергии, какого выхода на свободу. И, возможно, возможно, очень сильно, если мы все будем молиться, если мы все будем стараться, то мы дадим вот этого, знаете, силы и желания, которая позволит миру перейти на следующий уровень. Вот, поэтому давайте в Песах молиться, чтобы наступило освобождение от зла, от ограничений, от привычек, от стереотипов, от тех вожделений, которые опутали, да, большинство людей в мире, которые живут только ради того, чтобы забирать, забирать, приобретать и так далее. То есть мир в рабстве, да, в общем, просто невероятно, насколько сейчас комфортная жизнь и насколько все равно всем не хватает. Вот это удивительно, если сравнить жизнь сейчас и жизнь 200 лет назад, то сейчас просто простой человек живет, как цари не жили, всем не хватает. Сколько у человека бы не было денег? Мало, 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 больше, давай, еще, еще нету. И начинается война, раз, жутко. И мы молимся, чтобы это надо смотреть не на проблему, а на свет в конце тоннеля. Мы хотим, чтобы был мир, чтобы люди жили по-доброму, ничего друг друга не забирали. Сколько, чтобы у каждого было, знаете, красивая была идея, чтобы каждый получал то, что ему нужно для жизни. И такая вот по коммунизму красивая идея, чтобы не было людей излишеств. То есть сколько тебе нужно жилье? Ну человеку же не нужно 10 дворцов. Вот зачем? Зачем человеку 10, 20, 30 дворцов? Ну это же глупо, он же все равно, он в одном дворце не может там нормально ходить. Да, любой правитель спроси его, ну ты же уже, ну все уже, куда тебе еще, да? Если нет, значит я должен еще и соседнее государство забрать. Это же сумасшедшествие. Ну зачем тебе соседнее государство? Все, всем удачи и успехов. Счастливо. Хорошего дня, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы.